Субтитры сделал DimaTorzok Для того, чтобы выучить Коран, всегда была такая мечта. Трудно, конечно, удалось. Может быть и на эту тему будут у вас вопросы. И мы читали там классическое богословие на арабском языке. То есть это те книги, которые преподавались непосредственно в республике Татарстан до революции. Ну, забыли упомянуть, также в Средней Азии я закончил мадресе, когда был маленьким. Ну, маленьким. Это мне было в старших классах. Я уехал в Чимкент, окончил мадресе в течение года. Ну, до этого учился у нас в Мухаммадеевиче. Итак, сегодня я хотел рассказать о татарском богословском наследии. Лекция, она будет... То есть у нее не будет особой структуры. Я расскажу обо всем. О нашей великой истории, чтобы вы смогли задать вопросы. И дальше, если будет такая возможность, если будет угодно Аллаху, я буду приходить уже с другими лекциями. И они будут тематическими. Итак, ссылаясь на книгу и заявление нашего уважаемого ректора Рафика Мухаммедшина, ректор Российско-Исламского университета в республике Татарстан, вообще в Казани, было напечатано 30 тысяч наименований трудов до революции. Думайте в эту цифру. 30 тысяч наименований трудов. И это тираж 50 миллионов примерно. Также первый Куран, первый Коран, он был напечатан именно в Казани. То есть до этого и в Испании он печатался, но это была перепечатка рукописей, различных рукописей. Это отдельная тема для разговора, то есть о каллиграфах. Есть 8 видов почерка и практически на всех видах арабского почерка шрифта был написан Куран в свое время. Но первый Куран, он был собран при Усмане, рода Аллахуан. Это третий сподвижник, третий халиф пророка Мухаммеда, который был после Умара. То есть Абу Баккар он правил 2 года и 6 месяцев, после него Умара он правил 10 лет, Усман он правил 12 лет и 6 лет это правил Али. И еще полгода его сын Хасан, до того как его, то есть получились страшные события в Ираке, его казнили. Казнил его сын Муауи Язид. До сих пор шииты проклинают этого человека, потому что он казнил внука пророка Мухаммада, саллиллаху алейсаллим. И после того, как в Казани мы напечатали первый Куран, это был 1803 год, это первое официальное издание, но до этого еще в Петербурге, по разрешению Екатерины II, Куран печатался также. И он назывался Ташбасма, это свинцовые буквы. Вы наверняка видели подобные книги, которые были печатать с оттиском. Первое издание состояло из 575 страниц. Вот это второе издание, там уже более 700. Конечно, количество аятов, оно то же самое. И также в арабских книгах мы начали находить некоторые изречения, которые гласили «Куран Нузеля фель-Хиджаз». «Куран» был неиспослан в Хиджазе. Именно Хиджаз – это арабский полуостров, куда входит Мекка и Медина. «Пури Афель-Мыср» был прочитан в Каире. Лучшие часы всегда выходили из Египта. «У Акутибов – Истамбул». Написан он был красиво в Стамбуле. «У Атубе – Афель-Казан». А напечатан был в Казани первый раз. Поэтому этот город по-своему отметился в истории ислама. Также про наших богословов говорится во многих книгах. То есть в любой книге можно найти по фикку. Если мы будем изучать начало о временах намаза, то вопрос того, что в нашей местности не заходит ночной намаз в течение двух месяцев примерно летом, и как раз говорится «Камафи биляди Булгар». Это так же, как происходит в городах Булгара и близ него. То есть о нашем городе Булгар сказано и в древних трудах. Это Ибн Абедин говорит в своей книге. «Раддуль-Мухтар» – это имам Шурун Буляли из Египта. Это «Нур-Улидах» – «Наджат-Уль-Аруах» называется книга. На ней очень много толкований есть. Наши ученые были известны еще тем, что разошлись по всему миру. Например, Мухаммад Мурад Рамзи, Аль-Казани, Аль-Ман-Зилави – это деревня, сейчас это деревня Иска-Аль-Мет. Получается, от Альметьевска это недалеко. Он учился в Казани у Марджани, затем он уехал в Бухару, обучался в Бухаре, учился в Ташкенте. Потом едет в Священную Мекку, становится шейхом, наставником и преподает арабам. И он пишет прекрасную книгу, которая называется «Тальфик-Уль-Ахбар» «Тальфик-Уль-Ахбар фи вакая Казанова Булгарова Малюки Татар». То есть длинное такое название, оно состоит из двух томов, оно печаталось у нас в Казани. И вот это издание я нашел в Бейруте, привез оттуда. Он очень интересно описывает всех наших ученых, говорит о них. Подобную книгу вы наверняка знаете, Резиддин и Фахреддин, она называется «Ахар». Слышали, да, в этой книге? Из четырех томов, по-моему, даже ее перевели на русский и татарский язык. То есть мы ее смотрели в оригинале, и там можно отметить уровень наших ученых, что когда Резиддин Фахреддин описывает одного из них и говорит, что он около 20 лет учился в Египте, у него прекрасный арабский язык, он написал такие-то и такие-то книги, он жил в такой-то деревне, у него очень много трудов, но у него был очень один большой недостаток. Он не знал персидского языка. Итак, он описывает, Мухаммад Мурад Рамзи, Аль-Каззани, он описывает всех наших ученых и рассказывает, находясь в Мекке, пишет, что эту книгу, она была запрещена царской властью в свое время, то есть она была напечатана в Оренбурге, после ее запретили, сейчас экземпляры старые можно найти, конечно, и описывает их, и в конце он говорит, что касается мазхаба, пути всех ученых, если какие-то я слова говорю, религиозные термины, вы можете поднимать руку, или будет вопрос, то есть пояснить, иногда я могу заговориться, произнести термин, который трудно понять на русском языке. Что касается мазхаба, то есть правовой школы этих людей, что касается их вероубеждения, все они были сунниюн, они были суннитами, то есть в нашей местности, в Павловии, никогда не было шиитов. И что касается мазхабовой идеологии, они были ма-туридитами. Основатель этой школы Абу Мансур Ма-туриди, его могила находится в Самарканде, он написал известную книгу Таухид, и по сути это течение, это движение вышло как противостояние маутазелитам, которые в свое время захватили власть в халифате. И в арабском мире это был Абуль Хасан Ашари, и вот так образовалось две школы идеологии. Наша же школа ханафитов, она всегда была ма-туридитской школой, то есть это как две стороны одного яблока или два берега одной реки. Что касается действий, правовых решений, все они, все эти ученые, ханафиюн, они были всегда ханафитами. И среди них никогда не было заблудших, среди них не было тех, кто бы вносил в нашу религию какие-либо новшества, говорит здесь в этой книге. То есть шикарная книга, трудно описать чувство, когда я увидел ее в Бейруте, смотрю, это же Мухаммад Мурад Рамзи, здесь еще она коротко написана, ММ и Рамзи. Подобная книга она издавалась, то есть в оригинале она у меня есть, то есть это шикарный труд. Затем однажды, когда мы были в Риаде, и там, то есть такое собрание было интересное, много министров, ученых, мы сидели, и ко мне, когда узнал, что я из Татарстана, подсел шейх профессор Самарраи. Профессор Самарраи, вот здесь есть его фотография, Салих Махди Самарраи, то есть его, наверное, видно, плохо видно, да? Он эту книгу, кстати, подписал, по-моему, да, он здесь даже ее подписал. Мы с ним общались, он возглавляет большой центр в Японии, и он рассказывает, он знает внуков тех людей, которые встречались с самим Абдурашидом Ибрагимовым. Абдурашид Ибрагимов, он тоже с Казани, вот здесь есть его фотография. Эта книга состоит из двух трудов, из двух томов. Здесь описаны все его приключения, так скажем, все его поездки, как он объехал весь мир, здесь даже вот стрелочкой можно увидеть, он объехал весь мир с проповедью, он был, слово на русском, пропагандист, что ли? То есть Дааи проповедовал ислам и дошел до Японии, построил первую мечеть в Японии. Сейчас на этом месте уже стоит новая мечеть, ее построили турки, турецкая республика. И, то есть первые мусульмане появились в Японии благодаря ему. Также вот сейчас на открытии мечети в Москве мы встречались с муфтием в Японии. Там муфти очень такой интересный, колоритный бабай. Что можно рассказать об этой книге? Книга очень интересна тем, многие части переводились с татарского языка, с тюркского языка, старая графика. И здесь один момент, я его даже отметил, то есть долго смеялся. Есть же понятие «заяц» у нас в автобусе, когда бывают зайцы. И он рассказывает, что когда, говорит, я ездил в Москву, а вот это переводит на арабском языке, переводит этот профессор, и он говорит, у них, говорит, очень странно, у них, говорит, в общественном транспорте вместе с людьми, и животные, говорит, зайцы запрыгивают туда и едут. То есть он переводил с татарского языка на арабский и понял дословно, что зайцы это на самом деле животные, которые, ладно, хорошо, что он других животных не называл еще. Что касается Корана, то шейх, известный ученый Бигиев, Мусаджируллах Бигиев, он собирался, у него было собрание, и также в Атнинском районе я видел оригинал рукописи Марджани, где описаны недочеты, то есть те ошибки, которые были сделаны при печати. То есть где-то точка была забыта, где-то какой-то буквы не хватало, то есть сделали первое издание, и были недочеты, он все их выписал. Потом на основании этого в доме Апанаевых было собрание, где на первом собрании присутствовало около 500 человек в его доме, то есть какой дом должен был быть, саркативом этого собрания был Ахмад Хади Максуди, все слышали о нем, Ахмад Хади Максуди. Ахмад Хади Максуди, он похоронен на старо-татарском кладбище, недалеко от могилы Тукая, знаете, да, где могила Тукая? Рядом с ней, оказывается, находилась могила шейху Лисламу Хамиди, и Тукая похоронили именно рядом, из уважения к шейху Лисламу Хамиди. Ну, потом, наверное, в советское время переделали его могилу, шейху Лисламу Хамиди, он как бы не авторитет уже был, уже разровняли, но Тукая похоронили рядом с ним, из уважения к этому великому ученому. Шейху Лисламу Хамиди, он написал очень много трудов, у него есть один из шести известных толкований Корана на татарском языке, называется Иткан. Также у него есть интересная книга, которая толкует книгу Амали. Амали – это книга по вероубеждению. Вы же теологию изучаете, да? Или здесь разные студенты? Нет, теологию изучают не философские. Здесь историю изучают и в итоге. А, хорошо. А арабский язык? Да, конечно. То есть терминология арабского языка знакома, да, немножко с ней? Поднимите руку, кто изучает арабский язык? То есть уже уровень разговариваете, да, если… То есть и теперь я как раз хотел прийти к арабскому языку, то есть сейчас мысли, они разбегаются, хотел прийти к арабскому языку, и старая методика, которая преподавалась в наших мадресах, она вообще уникальна. То есть сейчас вы наверняка учите породы, породы учите, да? То есть 10 пород, говорят, наверное, вам. Фа-эля юфа-эль-таф-элян. Или на каком курсе вы? А, первый. То есть еще к породам не пришли, к падежам. То есть три падежа, да? Три падежа пришли, да, уже начали это изучать. То есть арабский язык – это такой язык, который будет насиловать мозг. То есть это сложный язык. На самом деле это очень сложный язык. Это как вот для иностранцев, чтобы понять, изучать русский язык. Очень много исключений в этом языке. Очень много исключений. Но старая методика, она мне прекрасна. То есть нравится тем, что я учился в Мухаммадии, видел, как мы изучали породы, когда там винительный падеж. Что-то мне было сложно. Мне казалось это сложным. Но изучая старые книги, например, у нас в Татарстане изучались такие книги, как Амфиля, Бина, Максуд, Айзи. То есть она называется Тасрифуль Айзи. Потом идет Нахву. Это Сарф. Четыре книги по Сарфу. Потом следующая, это на русском морфологии, по-моему, будет называться, да? Или синтаксис, нет, морфология. Затем идет наука Нахву. И там Авамиль, который написал шейх Биргеви. Потом Иргар, потом Каафи ибн Хаджи и потом Муладжами. Кстати, я всегда думал, изучали у нас Муладжами или нет. И буквально недавно, в Чистокоре нахожу книгу, Мухаммад Закира Чистави. Его личная книга из его библиотеки. Муладжами, которая была напечатана в Казань в 1904 году. То есть очень удивился, очень обрадовался, потому что мы ее в Турции изучали. Оказывается, она у нас проходила. Это сложнейшая книга по грамматике. И как раз, почему я был в Чистополе, мы презентовали новую книгу, которая называется Табсырутуль Муршидин. Табсырутуль Муршидин фи адаби ма шейхи хвалидин. Очень прекрасная книга о культуре, поведении, о адабах. Ее написал Мухаммад Закир Чистави, который был 40 с чем-то лет, 49, если не ошибаюсь, лет. Он был имамом в мечети, который сейчас называется Нур. Теперь вот конференция прошла, почему она Нуром называется, а не именем этого известного ученого. И он был учителем первого муфтия Дагестана, Сайфулакады. Первый муфтий в Дагестане. Он учился в Чистополе и был учеником Мухаммада Закира Чистави. И после того, как Мухаммад Закир Чистави умирает, он ему дает наставление поехать в город Троицк. И там другой татарский известный богослов. Знаете кто-нибудь? Полное имя? Зайнула. Зайнула Ишан Расулив, правильно. То есть его могила тоже находится там. У него был прекрасный мудреце, который назывался Расулия, и вся Средняя Азия приезжала к нему. То есть великий ученый. То есть почему я сказал о Муладжами? То есть если просто вам рассказать об арабском языке, который преподавался раньше, это тоже касается истории, потом я коснусь печатания Корана. Например, в арабском языке. Арабский язык, он очень простой на самом деле, если его изучать по старой методике. Есть 24 формы слова. Вот в русском языке мы берем любое слово. Ходить. Мы теперь, нужно его нам просклонять. Я пошел, пришел, обошли. Иди, ты иди, не иди, не приходи, обойди. То есть мы как бы играемся с этим словом, делаем сарф на арабском языке. Сарф. То есть мы склоняем это слово, спрягаем, чтобы получилось предложение. И в следующей, четвертой книге, которая называется Тасриф уль-Айзи, там говорится Потому что не бывает никак, кроме без этого. То есть невозможно. И потом объясняется, что слово бывает салим, здоровое слово, гайру салим, нездоровое слово. Как они преобразуются. И в арабском языке всего 24 формы глагола. И ты их заучиваешь, и можешь спокойно уже склонять. По сути, это несколько дней работы. Нет, на самом деле это очень просто. Например, берем слово дараба, ударил. Или, ну нет, ударять не будем. Насара, помог. Это слово, прошедшее время. Следующее слово, янсуру, следующая форма. Это будущее или настоящее время. Это значит, поможет или помогает. Насран, помощь, неопределенная форма глагола. Унсур, помоги. Ансар, очень сильно помогает. То есть 24 формы. То есть различные виды слова. И сюда мы можем теперь поставить любое арабское слово. Дараба, ядреб, идреб, ударь. Мадраб, место, где ударяют. Мидраб, то, чем ударяют. Или, например, слово катаба. Написал, яктубу напишет или пишет. Катбан, писать, неопределенную форму глаза. Уктуб, пиши. Мактаб, мы говорим же мактаб, да? Место, где пишут. То есть на татарском языке это уже воспринимается как школа. Миктаб, то, чем пишут. Просто же. Теперь каждое слово можно просто просклонять. Есть всего 14 форм. То есть как можно просклонять, это третье лицо, второе лицо, и первое лицо, и всего два вида. То есть третье лицо, это мужской род, насара, насару, помог, помогли оба, помогли все. Насарат, насарата, насарна. То есть это третье лицо. Потом второе лицо. То есть это мужской род, женский род, мужской род, женский род. И я насарту, насарна, я помог, мы помогли. Просто все. Ты заучил вот эти формулы, и теперь ты склоняешь арабский язык. Теперь пришли к нахву. То есть мы весь сарф уже прошли. Пришли к нахву. Грамматики. Вот в арабском языке вы наверняка видели, что пишут без огласовок. Видели? Кто-нибудь умеет читать Куран в оригинале? Есть, да? Он все знает, и только-то Коран он может читать, да? Да. Арабский, то есть Куран он пишется с огласовками. Для чего? Потому что в арабском языке есть 10 видов караата. Есть 10 видов чтения. 7 из них сахих. Ну вообще есть 14 видов чтения. То есть у нас здесь в Татарстане вообще во всем мире распространено чтение. Хафсан Асам. То есть вот этот карат. Хафс. Карат Хафса от имама Асама. То есть мы читаем этим видом. Это диалект мекканцев-курайшитов. Но есть и другие диалекты, когда слово немножко видоизменяется, но смысл от этого не меняется. И для этого ставятся харакаты, огласовки, чтобы человек правильно читал божественную книгу, чтобы не ошибался в произношении. Теперь пришли мы к Нахву. Например, есть всего 100 частиц в арабском языке, которые делают какое-либо действие. Для тех, кто арабский язык изучает. Какое-либо действие для слова. Например, есть 19 букв, которые, если оно в начале слова стоит, то слово всегда будет читаться с касрой. Касрой, то есть со звуком И. Например, этих букв всего 19. Ты их выучил и все. Би, мин, иля, фи, ли, рубба, аля, анка, музу, музу, хатта, вау, касм, тау, касм, ха, шах, аля, аля, ада. 19 букв. Все. Я сказал первое Б, да, буква. Например, с вами Билляхи. Поставили Б перед словом Аллах, то в любом не будет читаться Билляха или Билляху, всегда обязательно Билляхи. Второе я сказал Мин. Мин Аллахи. То есть Мин Аллахи не будет. Просто же. То есть когда одна из 19 букв встречается в предложении, то следующее слово всегда будет читаться с И. Теперь идет пять букв, которые делают всегда фатху. То есть ставят огласовку сверху. Это инна анна ка анна лякина ляйталя аля. Пять слов. Все. Все. Стоит инна Аллаха. Инна Аллахи не будет никогда. Просто же. Вот все, весь арабский язык. Затем остается Билляха. Красноречие. Ну это немножко сложно. И все. Там немножко сложно на самом деле. Есть хорошая книга по Билляха Ахмада Хади Максуди, когда описывается, что есть хакикат, есть истина, есть истиара, то, что относится к истине. Есть маджаз, аллегория. И в арабском языке оно бывает 29 видов. Ну это немножко сложно уже. Ну вот так, что касается грамматики, это просто. Что касается Корана, то наши ученые собрались в доме Апанаева и пришли к выводу, что Коран должен печататься только по Расме Усмани. Что такое Расм Усмани? Кто не слышал такое понятие Расм Усмани? Коран в мире печатается двумя видами. Двумя видами. Это Ичтихат Мулла Аля Аль-Кари. Его печатают в Турции, но в этом году они уже отказались от этого и будут печатать по Расме Усмани. Что такое Расм Усмани? Это когда при халифе Усмани, рода Аллаху Ан, было собрание, большое собрание. И ученые собрали все записи Корана, которые существовали на тот день, и собрали его в одну книгу. Собрали в одну книгу, чтобы он не потерялся и не забылся. То есть очень много было хафизов, знатоков Корана. Они прочитали эту книгу. То есть ошибок нет, все идеально, хорошо. Затем они ее скопировали, делали шесть экземпляров и раскидали, разослали по всему миру. То есть в Куфу, в Басру, в Медину один остался. То есть один вот сейчас находится в Сан-А. В данный момент они находятся где? Один находится в Сан-А, это Йемен. Оригинал, то есть в большой мечети в Йемене. Этот мусхов относится к Усману рода Аллаху, то есть оригинал. Мы всегда можем проверить свой Коран, что нет ошибок. Один находится в Топ-Капы-Сарай. Знаете, да, Топ-Капы-Сарай в Стамбуле? Ну вот, все же смотрели, Хурем, Мурем, Султан, там все с ума сходили, все бежали туда. Вот там лежит самый большой Коран, то есть он такой большой оригинал. Он хранится там. Третий экземпляр, он хранится тоже в Стамбуле. Музей ислама и турецкой культуры находится там. В Каире их два. То есть в Машхат место есть тоже, и еще тоже в музее лежит. В Каире их два. Затем в Петербурге, там мы насчитали 70 чем-то, ой, 130 чем-то страниц, сейчас не ошибаюсь. В Петербурге. Но, к сожалению, он, когда его привезли в Уфу, немножко он полежал, прежде чем его отвезти в Ташкент. Там одну страницу, она как-то исчезла. Наверное, я не знаю, для барраката ее оставили в Уфе где-то. Я потом ее увидел у Талгат-Хазрата Джудина в кабинете. То есть ее долго искали, у меня турки спрашивают, где это, я говорю, у Талгат-Хазрата. То есть они удивились. Я говорю, в столовой стоит. Хорошо. И он уехал в Ташкент, и семь страниц опять тоже потерялись, когда музей недавно Муфтьято передал. Семь страниц опять куда-то исчезли. То есть там сумму называли, вроде, не бесплатно исчезли. Также в Германии, было семь страниц найдено недавно, в Германии в музее, то есть семь страниц с оригинала. Это тоже все отсканирано, отцифровано, поэтому все это в наших руках. И сейчас в Казани мы перездаем новый, то старый наш Коран по-новому, Казан-Басма. Мы его подогнали под мировой стандарт. Сейчас наша комиссия, наших хафизов, чецов Корана, они занимаются день и ночь этим делом. Вот в скором времени уже этот Коран будет переиздан. Почему мы хотим перездавать именно свой? Потому что это наша история, это наша гордость. И это первый Коран, который был вообще когда-либо напечатан в мире печатным образом. Там еще другие вопросы есть, конечно. Разногласия в Расме, то есть сколько должно быть количества букв в этом или том слове. То есть огласовки. Во-первых, огласовок их никогда не было в Коране раньше при Пророке. Огласовок не было при Умаре, Усмане. Во время правителя Али, Радаллаху Ахмана, это четвертый праведный халиф, он поручил это дело Абу Асваду до Али. Был такой ученый, он был основателем вообще науки нахву, грамматики Абу Асвад Аду Али. И он поставил красными чернилами, поставил точки, как правильно читать огласовки, чтобы не было недопониманий. Потому что Абу Асвад Аду Али, к нему обратился Али, правитель, ты должен проставить так, чтобы люди не ошибались. Он говорит, я это не смогу сделать, и отказался. Но однажды он, когда пришел в одну мечеть местности, где-то там в деревне, он услышал, как человек читает Коран, «Инна Аллаха бари умминаль мушрикина ва-расулюх». Ва-расулюх. Поистине говорит, Аллах далек. Если так прочитать, то получается, что Аллах далек от его пророка, ой, Аллах далек от мушриков, от многобожников, и далек также от пророка. И тогда он удивился, потому что надо прочитать о арасулюх. И посланник тоже далек от невежд, от лицемеров, от многобожников, как и Аллах. То есть одна голосовка, она поменяла весь смысл. Например, также в суре Маида, это шестой аят суры Маида, пятая сура, практически в самом начале, первая страница здесь, вторая страница здесь, аят, и там перечисляется, «Изакумтум илляссаляти», когда вы будете совершать намаз, «фахсилю вуджуха», «мойте свои руки». «Ва айдия кум илляльмарафик», «мойте свои руки по локоть». «Вамсаху беру усикум», «протирайте свои головы». «Ва арджу ля кум иллялькаабайн», «мойте ноги по щекотку». Описывает с ваяти. То есть как брать ритуальное омовение. И теперь были люди, которые прочитали не «арджу ля кум», а прочитали «арджу ликум». То есть одну огласовку поменяли. Что получилось? Тогда получилось «не мойте ноги, а протирайте ноги». То есть не мыть и протирать, что и делают шииты успешно сейчас. То есть в Иране они не моют ноги, а протирают только ноги. И вот так идет разногласие. Поэтому было важно поставить правильные огласовки, чтобы не было разногласий. Но когда мы были в Тегеране, я специально взял Коран, купил, вообще у меня большая коллекция, я собираю Коран, где какие издаются. То есть мне очень интересно, то есть немножко когда учился в Турции, занимался каллиграфией, но не так успешно, как наш, можно даже назвать смело великий, Рамиль Насугулов, потому что он единственный в России, как я знаю, который имеет и джазу, с истнадом, до самого пророка, саллиллаху алиссаллим, то есть до имама Али, правда, Аллахуан, на каллиграфию. То есть самоучек очень много, он профессионал, на самом деле. Вот у вас здесь везде вот это все, его работы, их сразу можно узнать. То есть любую работу ее можно узнать, профессионал, если вы немножко занимались каллиграфией. Потому что у каждой буквы есть свое правило. Кто-то просто берет там, я не знаю, на что опирается, просто пишет, как ему угодно, но он профессионал. То есть от него можно учиться, от него можно получать и джазу, потому что это очень важно. И наш пророк даже говорил, аль-иснаду минадин, и снат цепочка преемственности, она от религии. Поэтому во всех науках наши деды, наши прадеды, они всегда получали цепочку. Если Куран, то обязательно читали Коран, изучали его, и была цепочка до самого пророка. Если это наука хадисов, изречения пророка, то была цепочка до самого пророка. Если это любая наука, там была всегда цепочка преемственности. Это очень важно. И если такая цепочка есть, преемственности она должна быть, то религия, она никогда не испортится. Например, приходит человек и говорит, что вот этот хадис пророка, он означает то-то и то-то. Мы ему говорим, откуда ты взял это понимание? Он говорит, что вот я получил его от своего учителя. То есть это письменно подтверждено. Тот в свою очередь получил от своего учителя, от своего. И так это понимание идет от самого пророка. Приходит мистер Икс и говорит, что это означает то-то и то-то. Ссылается на какие-то свои меркантильные интересы или просто что-то говорит. Таким образом начинает портиться религия, потому что все призывают к тому, к чему призывает их страсть. Спасибо огромное.